МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 16 января 2017 года грузовой самолет упал на поселок Дача-Су. Погибли 39 кыргызстанцев. Родители потеряли детей, некоторые дети потеряли своих родителей и остались сиротами. Это огромная щемящая боль, которая длительное время не проходит. Жизнь после трагедии. В центре внимания в ток-шоу «Откровенный разговор». Всего лишь несколько минут полета, и вместо длинного – короткий путь. Что было там, в горящем самолете, не знаем. Но теперь не в этом суть. И юноши, и женщины, и дети, мужчины сединою на висках, какими они были, люди эти. Все пережили близкой смерти страх. Быть может, кто-то вслух заплакал громко, А, быть может, самый храбрый закричал. Приезжала крепко мать, груди ребенка. А кто-то ручки крепко сжал. Быть может, кто-то помолился Богу и бросил к небесам последний взгляд. Им оставалось жить совсем немного. Теперь не важно, кто в том виноват. Их не вернуть, оттуда не приходят. Живым остались слезы, боль сердец. Куда? Куда любимые уходят? И смерть конец, или вовсе не конец? О, пусть живых коснутся эти строки. Пусть они помнят. Жизнь так коротка. Случайности, болезни, катастрофы. И снова смерти жесткая рука. Душа. Душа где после смерти будет? Куда ведет дорога? В рай или ад? Молитесь вы при жизни, люди, Чтоб бросить к небесам последний взгляд. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все родные и близкие пострадавших получили жилье. Но разве это может компенсировать ту боль утраты родных, близких детей? Об этом и многом другом сегодня расскажет Венера Шейшенова. Давайте ее встретим. Добрый вечер. Добрый вечер, Венера. Примите наше соболезнование. Это очень сложно. Я знаю, что вам больно говорить на эту тему. Я признательна вам, что вы согласились выйти на диалог. В этой трагедии вы потеряли троих детей. Да. У вас пятеро, да? Где вы были на момент трагедии? Я была на работе. Я работаю в кондитерский дом Куликовский. Я уезжаю утром в шесть из дома. Тоже со мной работал мой парень. И он жил дальше поселка. Следующий поселок, Арламаркс называется. И он мне говорит, что по интернету передают, что упал самолет на именно на дачу Су. Ну вот где бассейн. У нас такой бассейн был большой такой. Прямо вдоль дороги. Говорит, он туда упал. А вы где живете? А я сразу поняла, что это вот ближе ко мне. Я говорю, как упал? Я начала вот звонить своим. Два звонка сделала. У меня зарядка села. Видимо, дети поиграли ночью. И зарядка села у меня. И не могла вот буквально ни до кого дозвониться. Я сразу пошла руководителю хальдача. Говорю, вот так и так. Но я не знаю, что там случилось. Можно я поеду домой? Она, естественно, говорит, я тебя одной не отпущу. Давай поедем вместе. Что бы там ни случилось. И так далее. Пока мы выезжали, там уже мне позвонили. Говорит, у вас в семье все в порядке. Можете ехать. Самолет упал дальше нас. В общем, нас ничего не задело. Там, а сколько полетели. Они специально у вас? Да, они вас так, да. Можете поговорить даже с сыном. Я поговорила с старшим сыном. Он говорит, мам, не переживай. Едь. У нас все нормально. Он упал дальше. Даже никого не тронул и так далее. Мы все живы-здоровы. Говорит, крышу просто снесло и все. Но все равно вот сердце чувствует. Мне так плохо уже после всего. И мы вот поехали. Поехали там уже. Что вы видели на месте трагедии? Ну, пока я все хорошо помню, мы ехали. Дороги уже скорой помощь назад несколько проехала. Я уже чувствую, что это не то. Ну, я думаю, самолет упал, может, пассажирами. Там уже забирают пострадавших. Едем дальше. Милиция, отцепление и так далее. Уже нас туда не пускали. Но я сказала, что я там живу. Я хочу увидеть своими глазами. Но когда я уже пришла, увидела, что там ничего, абсолютно ничего не было. Землей все сравнялось. А накануне был день рождения? В первую очередь увидела сына. Мужа увидела. Я говорю, где остальные? Да, старшего сына. Я говорю, где остальные? Он мне сказал, они находятся у наших родственников. Я, конечно, прямиком побежала туда. Их оттуда забрала скорая. Я говорю, мне надо поговорить. Как-то с ними связаться. И говорит, я клянусь, вот дети все живы, здоровы. Забрали скорую помощь. Ну, я обратно вернулась домой, где вот дом. Ну, там уже сын говорит, да, всех забрала скорая помощь. Говорит, здесь есть погибшие? Они говорят, да, здесь погибшие есть. Ну, мил ко мне. Они уже знали на тот момент? Да, наверное, получается, у меня старший сын. И две маленькие. Он никому не отдал ни скорому, ни тому. Он просто занес в дом, где у нас сейчас охрана. Вот последний дом остался вот целый. Двоих маленьких. И никому не отдавал. Потому что, говорит, три скорой проверил. Это в конце я сейчас узнаю. Говорит, не было смысла отдавать. И он охранял их, не отдавал вообще абсолютно никому. А кто детей обнаружил? То есть, старший сын? Там у нас вообще не было, чтобы их так долго искали. Они были все на виду, просто внесло дом, а они остались под этим, получается. Старшего сына искали, а остальных нет. Я не только детей потеряла. Я, получается, потеряла много чего. Я потеряла соседей, родственников. Ну, с кем я хорошо общалась. Мы почти были как семьи. Вы же знаете... Как родные. Да, как родные. Там все дети вместе играли. Всех. Прямо аж все на глазах у меня. Мы друг другу помогали. Ну, потеряли буквально всех, не только детей. А накануне этой трагедии был день рождения вашего ребенка? День рождения было моего сына, да. Ему исполнилось пять лет. Мы исправляли день рождения. У нас дома были гости. Ну, слава богу, все гости живы-здоровы. Вот только получается, что потеряла я своих детей. И иногда благодарю богу за то, что это вот случилось только моей семьей. Не затронула ни родственников, ни их детей, которые у меня были в гостях. Вот, знаете, вот у меня чисто совесть, чисто перед ними. Как бы я сейчас смотрела на их глаза. И вот не то, что я сама переживаю, да, еще переживать за них, как это они переносят. Я бы это, наверное, не знаю, как это. Было бы двойной удар. И вот иногда, вот знаете, вот сижу и говорю, вот спасибо хоть за это. Нир, вы очень сильная. Вы знаете, ваши родные и близкие говорят, что стараются обойти тему смерти, гибели. Конечно, мы это не затрагиваем. Но у меня утро начинается, конечно, с молитвы. Я читаю Куран. Это вот первая моя цель. Встала утром, благодарю богу, что я жива, здорова, что могу за них помолиться, помолюсь за живых детей, за тех, кого нету, за всех, которые нету. Вот всех, ну, говорите, 39. Я считаю 40. Почему? Потому что там был тоже мужчина, который стоял, вот посмотрел, как вот это все рушится, да, и у него прихватилось сердце, и он на месте умер. И мы его тоже включили в список, потому что он бы не умер, если бы не было бы этой трагедии. Хотя он и даже не пострадавший, он даже, вот, ну, ничего его не тронуло. Просто он, увидев вот этот момент, у него не выдержало сердце. Вы представляете, он чужой человек. Но ведь на тот момент вся страна ринулась помогать, и быстро реагировали. Ведь столько было желающих, которые быстро протянули руку помощи. Я, конечно, всем благодарна за помощь, за поддержку, за моральную, за материальную, что только они нам не делали. Я знаю, что... Всем хочу сказать спасибо. Хочу сейчас, в данный момент, и стараюсь я помогать всем, кто нуждается. Вот где-то читаю, вот сразу бегу лицом, не в этот счет. Я всегда, что у меня будет, я все ложу, тоже помогаю, как могу. Вы невероятно сильная женщина. И вашей силой духа восхищается руководитель компании Куликовской, где вы работаете. Это Денис Гайворонский, которого мы тоже пригласили сегодня для того, чтобы откровенно поговорить. Добрый вечер. Добрый. Денис, когда вы услышали о трагедии? Где застала вас эта новость? Я, как вспоминаю, это, наверное, тогда, когда и вся страна узнала. Это ближайшие несколько часов, когда все СМИ страны написали об этой трагедии. И, знаете, первое ощущение, это было огромное, огромное горе, как сострадание. И при этом чувство было некого такого вот гнева и злости. Почему именно, да, вот у нас такое могло произойти, и почему это произошло в том месте, где фактически не должны были даже люди жить. Это, скорее всего, претензия к власти мужчины. Да, больше, наверное, к государству, что ведь мы все могли оказаться в данной ситуации, никто же не застрахован. И я испытал вот это, то чувство, потому что еще и очень близко его понимаю, я сам отец трех детей. Причем заботливый отец. Да, да, и я понимаю, что если бы в этот момент я на работе, а моя семья дома, если что-то произойдет, ведь я думаю, что в тот момент вся страна, каждый ощутил это некое такое сопричастие, что что было бы с ним, как бы он себя повел. Но вы не остались в стороне, вы сразу среагировали. Да, однозначно. Я связался с коллегами, мы уже начали между собой все обсуждать на уровне компании, чем мы можем помочь. Потому что мы обратили внимание, и это было видно всем, что все компании страны, вся страна хотела чем-то помочь. То есть и мы, однозначно было такое распоряжение, что любые какие запросы к нам поступят по данному вопросу, если нужна будет помощь кондитерскими изделиями или какими-то материальными средствами, мы обязательно должны на это отозваться. И компания это знала. Вы восхищаетесь силой духа Венеры. Я вижу, что это абсолютно справедливо. И говоря с Венерой, понимаю, насколько это сложно. Боль утраты, она не покидает сердце до конца жизни. Но тем не менее Венера держится, и она так предана делу, она так трепетно относится вообще в целом к работе. Однозначно. Мы не просто восхищены. Это, наверное, показатель силы духа, который далеко не у каждого может быть супер мужчины или супермена присущ. Потому что это не только показатель того, что человек остался, работает, развивается. Она и показывает своим примером, и рассказывает людям, что не надо унывать, что и жизнь продолжается. И тут, наверное, на все воля Бога. И он решил, и так поступил. Такое может произойти со всеми в жизни. И в нашей компании Венера считается огромной силой духа. И благодаря ей я не исключаю, что, наверное, у многих наших сотрудников, которые происходили какие-то жизненные ситуации, они благодаря Венере смогли пережить их более мягко. Я хотел бы, чтобы даже вся страна посмотрела на пример Венеры и понимала, что какая бы с вами трагедия ни произошла, но, пример, жизнь продолжается. И в жизни надо, наверное, держаться за нее, дальше продолжать развиваться и не унывать. Потому что фактически уже жизнь не вернешь. Вы абсолютно верно сказали, жизнь продолжается. И кардинальные перемены произошли в жизни вашего племянника, который решил абсолютно другой ракурс взять. Он оказался под руинами. Он приехал на день рождения вашего ребенка. И в тот трагичный день оказался в центре, в эпицентре событий. Давайте его встретим. Он сегодня встречает этот вечер вместе с нами Байнур Куштарбеков. Добрый вечер. Байнур, присаживайтесь. Я навещала вас в больнице и видела, что вы получили, как говорится, не одно увечья. Как ваше здоровье на сегодняшний день? Ну, я получаю лечение каждые 6 месяцев, так нам выписали врачи. Здоровье, конечно же, после этого хромает, можно сказать. Бывают резкие боли. Если о психическом состоянии сказать, то кошмары в основном мучают по ночам. Вы учились на кулинара, и вдруг такие перемены. Вы стали визажистом. Что, почему это произошло? То есть вы для себя выяснили, что жить нужно сейчас, здесь нужно реализовать свой потенциал. Что произошло в вашем сознании? Да, действительно, после этой катастрофы я понял то, что оказывается, жизнь одна, и она может оборваться в любой момент. Поэтому я решил, что надо заниматься своим любимым делом, несмотря ни на что. Вы сегодня делаете макияж, вы визажист. Какие у вас планы, перспективы? Как отреагировала на смену профессии ваша мама? Мама сначала была немножко против, потом полностью меня поддержала. И в данный момент меня поддерживают. Даже и мои братья, сестры, и также отец поддерживают. Денис произнес замечательную фразу «Жизнь ведь продолжается». Она продолжается, но уже без ваших близких, родных. И вы вспоминали в приватной беседе, что вы безумно любили и братика, и сестренку. Это все произошло на ваших глазах. Да, это все произошло на моих глазах. На самом деле, в то утро я собирался на практику, я же учился на повара в тот момент. И я действительно проснулся очень рано и не успел даже обратно лечь спать, как все это произошло моментально. То есть это все случилось на моих глазах. Мама ваша услышала. Она, по-моему, не здесь была, да? Не в Кыргызстане. Да, в тот момент она была в Москве. Она там работает по сей день. И она, да, как услышала, она сразу приехала. Сразу прилетела. Сегодня вы экономите время и живете, как говорится, здесь и сейчас на полную мощь, реализуясь, да? Да, стараюсь брать от жизни все, что она преподносит. Ну, можно сказать, действительно, этот случай изменил практически все в моей жизни и мои взгляды на жизнь. Я понял то, что время и жизнь действительно очень, очень ценное. Самое ценное, что на сегодняшний день. Венера, я знаю, что вы отстаивали интересы всех пострадавших, вели эту акцию, отслеживали, контролировали какие-то процессы. И мне вспоминается мальчик-девшилык. Его огромные бездонные глаза, такие доверчивые, сначала испуганные. Я буквально спустя несколько часов после трагедии уже навещала все семьи и познакомилась с вашим соседом, с родными тех, кто погибли, с отцом. Это Широлы Сатабалдиев, дедушка маленького джихшилыка. Давайте его встретим. Мы искренне соболезную, большая потеря, мы с вами знакомы. Расскажите, пожалуйста, где сегодня учится джихшилык? Вся страна за него болела, переживала? Сколько ему сейчас лет? Десять лет. Чем он увлекается? Только учебой, да? Только учебой занимается все. Вспоминает родителей? Да, конечно, вспоминает. Как вы стараетесь не трамвировать его и обойти эту тему? Ваши жилищные проблемы, они были решены на корню? Да. То есть всем выдали жилье? Нет, почему выдали жилье? Это, получается, как бы, ну, если начать, это, конечно, очень долго рассказывать. Но нужно. Общественность хотела бы. Нет, вообще, говорю, кратко, если сказать, как бы, все собирали деньги. Первый, после аварии мы попали все в больницу. Конечно, первый день мы решили, ну, сама, вот, не помню как-то этот, мы настаивали, что мы должны сначала заняться похоронами. Мы должны это все увидеть сами, как бы проводить своими руками. И вот после того, как вот этот весь процесс прошел, и мы попали в больницу. После мы тоже, как бы, нам ни телефонов не давали, мы ничего не слышим, не видим. Но часто к нам навещали люди, ну, родственники, знакомые с работы. И ведь с незнакомые тоже мчались. Все, все. Вот врачи буквально их почти многих не пускало. И в основном нас пичкали успокоительными. Я не знаю, сколько времени мы спим, где-то открываем глаза уже, видим, кто есть. И вот от них мы слышим, что вот очень такой идет обильный сбор денег. На официальном счету. Да, на официальном счету, который открыл государство. Так. Ну, открыл, открыл. Нам не до этого было, честно. Конечно, такое горе. Все приходят, вот, честно говоря, но вот чужие, это вот поделиться с тобой горем, да, вот как бы, что, как вы сами, ну, знаете, стараются не спрашивать, сколько вы чего потеряли. Теряли просто здоровье, что вам нужно есть, что вам одеть. И приносили свое, и как бы это все несли. А вот, которые знакомые приходят, спрашивают, как бы, кто приходит с государства, да, кто-то навещает, что вам обещают, там, этот. Нам не до этого. Ну, я почти месяц провела в больнице. После меня перевели в этот, воронцовку на восстановление. Ну, там уже я взяла сотку на руки и уже по интернету смотрю, что к чему. Но что меня огорчило, то, что мы все пострадавшие, занимаемся теми, как быть, вот, боремся с этой горе, да. Вот я вот не помню, вот, а там же опять меня пичкают, я опять там же так же успокаиваюсь. Сплю в основном, муж в другой больнице, сын у меня получил контузию, он в другой больнице. Сноха беременная, она в этом, на сохранении, вот, племянники. У меня дочка в 10 лет, вот, в то время в 6 лет она в больнице. Ну, я не знаю, где, где, что, вот, только с ним общаюсь как-то это. Ну, не до этого, и как-то смотрю, у нас, мне уступают все пострадавшие, которые, я их не знаю. Я же всех пострадавших знаю, почему, потому что мы все же жили... То есть это были самозванцы? Жили-то в одной линии, я почти буквально всех знаю. Ну, если по рассказу того, 3 ряда, 4 ряда, 5 рядов до нас уже снесло все буквально, я же считаю, кто, где, вот, дедушка, у него пятеро там того-того, ну, их нету в этом СМИ, понимаете? Уходят все чужие, другие, не пострадавшие, то, что они пострадали, нам надо это, то и так далее. И вот, знаете, вот этот весь процесс, что-то меня так задело, почему должны воспользоваться с такой ситуацией, да? С такой трагедией. Да, вот, я не знаю, почему они не обращают внимания на нас, вот, они должны знать, где мы. Получается, их гостиницу в каком-то, в СМИТЕЙ, там тоже я видела только наших двоих семь, остальные все чужие, вот это все видела и слышу, и непонятно, я опять сплю и так далее. Вот этот весь процесс я не могу пережить, я уже не успокаиваюсь. То, что мало того, что вот это все произошло, тут и нас используют, да, вот такой момент. И я не знаю, кому звонить, куда идти, меня не пускают никуда. Я позвонила в дачу, где вот дальше кто живет, живой, здоровый. Они мне вообще буквально рассказали такое, что я аж была удивлена, я говорю, как так? Вот зачем вы так делаете? Мы же, нас же там нету. Ну, я говорю, берите, берите все под свое имя, не трогайте нас, говорю, не надо, это все выплывет когда-нибудь. Говорю, не пользуйтесь нами, нам не до этого сейчас, нам ничего не надо, абсолютно. И я вот нашла номер с аппарата президента, соцотдела, я туда дозвониться не могу, а услышала в тот день, они едут на дачу, на встречу вот с пострадавшими, а пострадавшие в Нарыне, ваши, я не знаю, у нас нету никого. Я попала вот в ту точку, когда они уже находились на даче. Я говорю, звоню и говорю, вот я, говорю, пострадавшая, вот я потеряла так и так, говорю, но я не знаю, вы с кем там собираетесь встретиться. Вы хоть с нами встретитесь один раз, но увидите нас. Я не могу найти наших пострадавших, я не могу найти родственников, потому что, да, приезжих было, я их родителей видела, не видела и так далее. Я говорю, я хочу всеми встретиться, ну и так далее. Он такой тоже сам не понял, как вас нету. Я говорю, нету нас там, вы же видите, что там не только нас, там ничего нету. Вы как туда идете и встречаетесь с людьми, которые как бы, я считаю их тоже пострадавшим, но не так, как этот, да? Вам в сжатое время удалось расставить все точки над «и»? Нет, вот я не помню уже. И вот говорит, хорошо, мы сейчас с ними встретимся, а потом вас соберем. Ну, он номер записал. А я уже думаю, мне не надо пить эти лекарства, потому что я же ухожу куда-то, да, далеко, и я ничего не соображаю. Момент бывает, что просыпаюсь, я все как-то это, осознанно опять отключаюсь. И я решила не пить эти лекарства. Я попросила не пичкать, не капельницы. Говорю, ничего не надо, мне со мной все хорошо. Приходит, я притворяю, что у меня все хорошо. Но дня три вот так, а потом уже мне позвонили, и говорит, ну, уже вот собрали всех пострадавших. И вот мы буквально, да, первый раз с Шерлотом собрались. Но вот государство как-то отслеживает, ведь очень много было пострадавших, просто которые находились в больницах, и даже ваша сноха, то есть Минздрав, он предоставляет каждый полгода. Вот я вот тогда, когда у нас была первая встреча, вот я в первую очередь, знаете, собралась и спросила, дайте мне список пострадавших. Просто я говорю, я не вижу пострадавших среди выступающих, да. Все же думают, вот пострадавшие, да, болью с горем никак, а вон бегают там на митинги, там, да, выступают, что мы пострадавшие. Нет, говорю, мы не должны себя, говорю, вот так выставить перед народом, который весь мир встал на ноги и начинает помогать. А тут, я не знаю, я даже их в глаза не видела. Они не живут там, где мы живем. Сегодня у нас в студии адвокат, юрист, Кайрат Асмоналеев. Кайрат, тут, слушая Венеру, я понимаю, что никто не застрахован от момента соблазна, да, выдать себя за пострадавшего, воспользоваться этим моментом. А как вы считаете, вот насколько должна быть централизованная работа, вот где-то отследить, кто должен прежде всего реагировать на этот счет? Ведь тогда так и было, когда вы приезжали в гостиницу Симитей, для того, чтобы оказать денежную помощь, помощь продуктами и так далее. То есть там было неимоверное количество людей. Во-первых, хотел тоже выразить слова соболезнования всем родственникам погибших, пострадавших. И это, наверное, одна из таких вот в нашей новейшей истории, из таких чудовищных катастроф. И я бы хотел чуть-чуть другого опять-таки начать, да. Насколько я знаю, значит, дача Су – это бывшее товарищество, садоводческое товарищество Аэрофлот. То есть это дачного типа поселения, то есть временное, непредусмотренное для того, чтобы там постоянно проживали. Но то, каким образом это произошло, мы все прекрасно знаем. Очень много похожих ситуаций. Я знаю, что недавно реконструировали один аэропорт, где-то, по-моему, в Джалабаде. И там стоит уже построенный дом, многоквартирный и так далее. Он тоже находится в зоне риска. Тоже может получиться второй дача Су, да, в принципе. То есть нисколько нельзя здесь снимать, конечно, вопрос ответственности властей, насколько, значит, это все дозволительно было того, что вот происходило некоторое хаотичное заселение. Вот у меня тоже есть один, ну, скажем так, дальний родственник, который, ну, скажем так, он трудовой мигрант. Я знаю, что он жил до часу. То есть он там не был прописан. Он просто там жил у знакомых, как квартирант, безо всякой там регистрации. Значит, в городе работал, ночевал, соответственно, до часу. Ну, слава богу, там обошлось, он не оказался в эпицентре самого крушения. Но, тем не менее, эта проблема есть. И, значит, в этом хаосе действительно тех, которые там реально проживают, потом, так называемых, мошенников или аферистов, примазавшихся к этой трагедии. Вот этот хаос, этот момент, он, конечно, он был, да, это вот вызывает очень большое сожаление. И наряду с тем огромным количеством людей, которые оказывали помощь, да, к сожалению, вот были и вот эти вот жулики, скажем так, мошенники. Ну, вы абсолютно верно заговорили о первоисточнике, что, конечно, это камень в огород власти мущих, да. Почему было дозволено жить нашим гражданам, которые, в принципе, не имели там жилищных условий, и проводить там время, причем долговременно, хотя это дачные поселки. Это очевидная зона риска. Существуют определенные нормативы, по которым вот нужно в каком-то безопасном расстоянии вот эти вот располагать. Еще один вопрос, экономя время, хочу задать вам на этот счет. И все-таки говоря о виновных. Сегодня очень многие сослались на турецкую компанию, которая компенсировала, в принципе, был определенный денежный транш и так далее. Но ведь многие из нас еще пока не знают на самом деле плацдарменных каких-то аргументов. Вот что вам известно? Очень много вопросов есть и осталось. То есть вопросов больше, чем ответов? Действительно, буквально полгода назад генеральный прокурор, 16 апреля, по-моему, он отчитывался о своей деятельности Джорг Кенеши. Там тоже задавали вопрос относительно того, каким образом, что вообще происходит в рамках официального расследования. Он сообщил, что расследование возобновлено, что будут результаты. Сейчас прошло опять полгода, опять-таки, нет никакой конкретной информации. Очень много противоречивых фактов. Вот 85 тонн груза было в этом Боинге. Из них 2 тонны, это я говорю то, опять-таки, что давались СМИ, 2 тонны это то, что предназначалось бизнесменам в Кыргызстане. Потом там говорили, что находили инструкции на кыргызском языке для разных гаджетов. К тому же еще одна неприглядная история произошла. МВД, по-моему, возбуждало уголовное дело в отношении 6 сотрудников МЧС, которые, в общем, собственно говоря, занимались подбором. Мародерство – это военное преступление. Ну, похоже на мародерство, циничное преступление. Это вот то, что они себе там телефоны, гаджеты собирали. Вот здесь тоже еще точка не поставлена. Мы живем во времена деморализации, когда такая полная дезориентация и того же юного поколения, которое, в принципе, живет так. Нужно подняться, как говорится, стать власть всемущим и пилить бюджеты. Поэтому ничего удивительного в этом нет. На сегодняшний день мы сталкиваемся с такими кощунственными обстоятельствами, которые на сегодняшний день показательны, вот как мы живем. Кого мы выбираем, на кого мы смотрим, на кого ориентируемся, и то мы и получаем такой результат. Но я понимаю сегодня одно, что, по сути, решение жилищных вопросов на сегодняшний день никоим образом не компенсирует эту большую трагедию внутри. Потому что кто знает боль утраты, а я ее знаю, тот никогда, в принципе, не смирится с уходом твоего близкого человека. Или тем более, если это ребенок, родители и дети. Вот на сегодняшний день мне бы очень хотелось узнать, насколько психологи продолжают с вами работать. Нуждаетесь ли вы в этой помощи? Оказывает ли вам медицинское какое-то обслуживание уже на государственном уровне, вот в силу того произошедшего обстоятельства, вот той трагедии, катастрофической? Вот знаете, вот как вот я недоговорила, вот после того, как случай мы попросили, нас принял сам президент Анасбек Шаршенович. Я число не помню, честно. Я вот собралась, я даже ночь писала письмо, вот несколько раз повторяла, писала, писала, вот даже она у меня до сих пор сохранилась. Я сейчас ее читаю, и вот, знаете, вот настолько, да, человек неосознанно, да, вот это все делает, но оказывается, даже я в таком состоянии, я думала о всех, даже те, которые сейчас живут там. Вот в этом письме, вот я буквально все писала. Я как думала, он сейчас нас примет, там свои соболезнования, да, и как бы до свидания, я это письмо лично в руки. Ну, я же не понимала, что это такая вот, понимаете, будет большое такое, как бы, эта трагедия, ну, трагедия для нас, конечно, но для других, как бы, да, это не осознавала в то время. Но когда он нас принял, он собрал всех, и МЧС, и Минздрав, и, ну, вот, буквально, наверное, всех министров, они все были, и нас в кругу, как бы. В то время, действительно, все наши пострадавшие ни о чем не думали, потому что, ну, не, ну, вы понимаете, что это такое, да, потеря, вот, как вы сказали, вот, случайная смерть самого близкого, любимого, дорогого тебе человека, да? И вот, ну, он прочитал Хуран и так далее, и начал спрашивать, вот, кто в чем нуждается, вот, трагедия прошла, кого вы считаете виновным, да? Я никого не считаю виновным, абсолютно. Это, как называется, несчастный случай. Это может произойти в любой момент, вот, как с нами произошло. Даже я потеряла, так, скажем, троих детей, а кто-то в аварии теряет пятерых детей. Ну, бывают же такие случаи, да? Ну, это непосредственно. Это, конечно, спорная тема, потому что здесь очень много таких... Нет, вообще, я никого не считаю виновным. Как вот случилось, значит, случилось. Просто кого ты будешь считать виновным? Ну, вот, водителя, да, например? Все погибли. Пилотов было четыре, все пилоты погибли. Ихние семьи тоже страдают. Без отца, без кормилица, так скажем, да, так и так далее. Кого? Погоду, которой в тот день был туман. Это кому скажешь? Или, я не знаю, может, диспетчер, который не дал, ну, тоже не знаем, понимаете? Но это произошло. Вы верите в судьбу? Ну, да. Вот это и моя судьба. Это было, наверное, написано в моей, как бы, жизни. Я знаю, что наши эксперты, которые сегодня о Венере слушают вас, и вполне вероятно, они удивляются и восхищаются вашим героизмом. Вот то, что вы сейчас говорите, даже не бросая и не опираясь на аргументацию, и говорите о том, что никто не повинен, это судьба и это несчастные случаи, это просто, конечно, сила духа ваша, сила воли, сила духа, ваш материнский героизм. Вот так потерять детей и просто выйдя на съемочную площадку, говорить об этом, что такова судьба. Что вы можете сказать, дорогие эксперты? Страшное горе, которое буквально упало с неба, смерть упала с неба. Это ужасно. Вот у психологов считается по шкале стрессовых ситуаций, которые происходят с нами постоянно, смерть близкого – самая сильная стрессовая ситуация. Дальше идут потери работы, денег и так далее. По стобальной шкале оценивается в 100 баллов. Вот это горе, ну, мы так считаем по опросу, по наблюдениям, оно становится немножко тише через 4 года, но оно будет всю жизнь. Эти 4 года, можно, конечно, сократить этот срок, конечно, вас должен наблюдать, подсказывать, принимать психолог. Да, вы сильная женщина, но то, что вы всё вот это загнали внутрь, своё горе, страдания, вы сказали, я не говорю об этом, мы стараемся не говорить с родственниками. У психологов другая тактика. Вы должны высказать, вы должны выплакать и не оставлять это внутри, потому что будут психосоматические заболевания. Они должны работать с вашими, психологи должны работать с вашими детками обязательно, потому что это программа и страдания на всю жизнь. И ещё я хочу сказать, что вот окружающие должны понимать, что это страшное горе для матери, для отца, потерять своих детей. Окружающие почему-то очень быстро забывают об этом. Люди становятся совсем другие. Я сама потеряла сына, когда ему было 20 лет. Люди быстро забывают об этом, могут относиться по-другому, могут обижать. Никогда не обижайте женщину, которая потеряла близкого человека, особенно детей своих. Спасибо. Не хочу вдаваться, кто виноват, что виноват, а как виноват. Я просто хочу высказать гордость, что у нас есть такие женщины. Сильные. Да. Сильная, умная, которая подаёт пример. Правильно она говорит, что никто не застрахован. И никогда не застрахован. Но вот из этой ситуации выйти вот так, как она загнала боль, не загнала. Но она подаёт пример, и она продолжает поддерживать всех, кто пострадал, не считая только себя пострадавшей. Вот низкий поклон, что вот у нас есть вот такие женщины, вообще, я не знаю, крыгатские женщины, мне кажется, самые сильные женщины в мире. Да, вы правы, абсолютно. Тяжело говорить, потому что вы такие, на самом деле, люди, которые принесли такое горе, это большое испытание. И на самом деле, сохранить лицо, душу, сердце, и быть ещё примером для других, это дорогого стоит. И я очень рада за молодёжь, которая не стала в каком-то психопатическом состоянии уходить наркотики, или ещё в какие-то дурацкие, нехорошие дебри, да. И вот горжусь тобой, молодец, что ты осуществляешь свою мечту. И я благодарна Байке, что он держит своего внука и даёт ему войти в жизнь хорошим сердцем, доброй душой. И, конечно, вот Куликовский, это просто замечательно, когда вы своих... Такое неравнодушие, да. Поддерживаете, и я вижу, с какой вы любовью относитесь к каждому из них. Большое спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Если очень коротко, мы вышли за график, да? Запомните. Да, вот. Знаете, в жизни важно это вот поддерживать друг друга. Как мы вышли с этой ситуацией? Все мы пострадавшие, это 11 семьи, которые потеряли своих близких, родных. Мы собрались все в одну кучу. Я составила инициативную группу. Нас не будут понимать другие, как мы понимаем друг друга. И я вот стала примером для них. Я для них поднялась, чтобы нас не использовали. Я им давала такие... Ну, я сама сейчас психолог. У каждого боль другая. У каждого потеря тоже другая. Кто-то детей потерял, кто-то родителей потерял, кто-то вот друзей потерял. Ну, знаете, и мы собрались в одну кучу, вот 11 семей нас, и мы до сих пор вместе. Как вы говорите, вот надо выплакаться, да, надо выскосаться, надо быть услышанным. Мы слышим друг друга. Это очень важно. Мы вместе плачем. Мы вместе радуемся. Мы вместе живем. Мы вместе собираемся. Потому что нас так, как друг друга понимать, никто не поймет. И мне врезалась в память фраза Венеры. Нужно держаться вместе. В те трагичные дни Кыргызстан показал, что сплоченность у народа есть. И это очень важно. Вспомнилась фраза Айтматова «Человек добру у человека учится». Так вот и надо держаться на доброй волне, на волне оптимизма, поддерживать тех, кто нуждается в эту минуту. С вами была я, Соль Молдакматова. Ровно через неделю мы продолжим говорить откровенно.